Ракета Разрушения совершенно не поддаются описанию. Я только что видел человека, кричащего «чёртовы торги», а потом он сбросился с моста. Один мужик, что работал в Макдональдсе, потерял весь свой портфель. Или полсотни баксов. Это событие навсегда останется в аналах истории, рядом с развалом Советского Союза, Второй мировой войной и Великой депрессией. На этом у меня всё, Ди. Ракета, я правильно понял, криптовалютный рынок сегодня падает? Ты серьёзно, Ди? Ты это видишь? На что это похоже, по-твоему? Ребята, многие до сих пор гадают, как выглядит создатель биткоина. Я нашёл этого человека, вот он. Вообще забавно, как этот бедняга стал лицом биткоина. Скорее всего, за созданием биткоина стояла целая команда, но почему-то вся слава досталась этому человеку. У меня для вас есть очень интересные новости. Недавно это, наконец, было подтверждено. Мы находимся в Медвежьем рынке. Неожиданно, правда? Без шуток, технически Медвежий рынок ещё не закончился. 200-дневная средняя скользящая до сих пор выступает в роли сопротивления. Кстати, почему именно 200-дневная? Почему не 190 дней или 210? Ответ – человеческая психология. Поэтому я был в небольшом замешательстве, заметив на днях разительный антагонизм между тем, что показывает технический анализ и реальная жизнь. Факт того, что биткоин до сих пор вертится вокруг одной и той же цены при таком сильном сигнале на продаже всего, что можно продать, наводит на мысль, что фактически он уже нашёл своё дно. Но это не точно. Впрочем, даже после недавнего пампа монеты всё равно очень далеки от своих прежних показателей. Биткоин потерял 68% стоимости, эфириум – 85, биткоин кэш – 90, кардана – 94. Движемся от плохого к худшему, сказал самый оптимистичный криптоблогер на Руси. Эксперты заявили о кризисе хуже Великой депрессии. Новый глобальный кризис станет хуже Великой депрессии, так как глобальный долг уже перевалил за 247 триллионов долларов. Например, только задолженность домашних хозяйств в США составляет более 13 триллионов долларов. По автокредитам долгов висит на более чем триллион долларов, что превысило показатели за 2008 год. А остатки по кредитным картам сейчас столь же высоки, как и перед Великой депрессией. Я уже вижу, как вы потираете руки с довольной улыбкой на лице и с приятной такой мыслью. Как же хорошо будет себя чувствовать биткоин в таком случае. Я тоже так думал, пока в голову не пришли люди. Я не могу представить, что люди, теряющие работу, терпящие убытки, страдающие из-за нехватки финансов, вдруг станут топливом, ракетой, катапультой, да чем угодно для биткоина. Если вы с этим не согласны, пишите в комментариях, почему. Будет интересно почитать другую точку зрения. К новостям о биткоин кэш. Знакомьтесь, это Джихан Ву. Если я правильно прочел его имя, один из евангелистов биткоин кэша. Пару дней назад он сказал, сайт чейны и Lightning Network это хорошие способы решить проблемы с масштабируемостью биткоин кэша. Вау, какая ирония. Теперь биткоин кэш не будет биткоином номер два, а просто копией. Я думал, что главная причина этого форка заключалась в том, что у нас будет блокчейн с сегвитом и оффчейн масштабируемостью, и второй более чистый блокчейн с ончейн масштабируемостью, как завещал Сатоши Накамото. То есть биткоин и биткоин кэш, вы поняли. А теперь, получается, что все дело только во влиятельности и деньгах? Год назад, Нью-Йорк, США. Ну все, ну все, хватит, хватит, ребята, хорош. А ну-ка ты, на третьем ряду, заткнись. Спасибо. Мы чрезвычайно, чрезвычайно преуспели в предотвращении внедрения сегвит на протяжении стольких лет. Мы делали это, чтобы биткоин оставался биткоином. Но мы должны вернуться к реальности. Крестьяне взбунтовались. Они называют себе движением, активируемого пользователями софтфорка. Поэтому мы дадим им сегвит. Но дадим на наших условиях, а не на их. Мы сделаем хардфорк сети, даже несмотря на то, что сегвит требует только софтфорк. Мы все равно проведем хардфорк и даже обоснуем его каким-нибудь образом. Например, увеличением размера блока. А в коде хардфорка мы все это уничтожим. И мы убьем биткоин. Убьем его навсегда. Настоящая причина всего этого заключается в том, что мы разветвим сеть до того, как убьем биткоин. Мы создадим новый биткоин. Но он не будет иметь сегвит. Мы назовем его настоящим биткоином. Истинным. И когда мы убьем биткоин, мы помпанем новый биткоин выше пиковых цен старого биткоина. Мы будем получать большее вознаграждение за найденный блок в сети. Как насчет сотни тысяч монет, друзья, звучит отлично? Я приумножу наши деньги в разы. Кэш, 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 кэш. А если вы тут впервые, почему бы не подписаться на канал? Это бесплатно. Ссылки на все мои ресурсы будут, как обычно, в описании под видео. Ставьте лайки, жмите колокольчик, комментируйте. И обязательно богатеете. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»!